Они к истине не идут, и они не смогли всех убить. И этот народ, говорит, останется он петлей, сетью останется он, тьмой останется, невежеством в духовном плане. Почему? Потому что языческие боги, все языческие законы, они идут к тому, чтобы тешить плоть человеческую. А законы Божьи наоборот, чтобы дух человеческий превозмогал над плоти. Почему так никто не хочет в этом мире сейчас вокруг нас вернуть? Это все для нас петля, это все тьма. Вот вы идите за этот предел и смотрите внимательно, вы видите одну тьму. Ни с кем о духовном не поговорите, а о Боге никто не вспомнит под истин. А так только споткнется, ой господи, и все, больше ничего. Не узнаете. И вы думаете, я придумал? Пройдет жизнь ваша, и вы вспомните мои слова, кто из вас будет настоящим верующим. Скажите, прав был дед-то сидел, а? Говорил вам, я забыл как звать оружие. Точно, ни одного верующего не встретил нормального. Никто не постится, все врут, только к себе все тянут. Никогда просто так не дадут. Никогда. Все время с обманом, и чтобы тебя ущемить, твое человеческое достоинство. Почему? Потому что это и есть тьма. Это и есть вот это самое язычество, которое Господь наш ненавидит. И очень сильно. Он ненавидит до того, что даже священникам говорит, благословение ваше прокляну. И там идет благоточие и говорит, и уже проклинаю. Это священникам благословение. Почему? Не на добро, а на зло благословляют людей. Вот сейчас храм вооруженных сил начали строить в Москве. Насобирали миллиард двести миллионов уже люди. Людям говорят, туда будут ходить, ходить как бы храм, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Ну, над фашизмом. Такого храма же никто не строил. Потому что победили-то, а коммунисты-то они не были верующими. Они были антиверующими. Они были врагами Христа. А сейчас пришло такое время. Люди подумали, что ну все, для нас это Бог сделал. Ну, Бог, да, сделал. И победу дал Бог, это понятно. Ну, и теперь как бы надо его прославить нам. Потому что те люди погибли, ну, чтобы не зря. Можно было их отпевать там и так далее. Всех скопом. Всех, кто участвовал в войне. Верующие там были или не верующие. Всех. И поэтому строят этот храм. Всем народом, говорят. И построят его к двадцатому году уже. И показывают макет этого храма. Там просто загляденье. Почти такой же, как храм Христа Спасителя. Храмище. Но храм построят. А другие говорят. Люди говорят в интернете там. А вот храм-то, говорит, строят. Ну, надо же, говорит, чтобы люди сами захотели храм построить. Чтоб туда ходили. Храмов-то уже много. Ну, храм Христа Спасителя есть. Ходите туда. Там посвящен уж настоящей победе. И уж люди точно строили его. Благодаря Господа. Вот так вот. Поэтому столько лукавства в человеке, даже тогда, когда он строит храм. И вы сейчас подрастающее поколение. Вы входите в новую эпоху. В нового поколения. И вам предстоит во всем этом жить и разбираться. И Господь хочет, чтобы вы разобрались в истине и были на стороне правды. Это очень сложно. Кто из вас пошлет денег на этот храм? Что, никто не хочет? Ты пошлешь? На которые добрые везут. Надо разбираться. Надо разбираться. Какой добрый он и везет. Он посвящен всем воинам. Этот храм. Всем воинам. Воинам невинноубиенным. Как там Сергий, который приезжал, Игнатов молился. Всем невинноубиенным воинам. Господи. Спаси и помилуй их. Они положили жизнь за друзей своих и так далее. Я говорю, ну ты слова Христа берешь. А что вкладывал Христос в эти слова? Когда говорил. Кто блажен. Выше нет ничего. Кто за други свои положит живот свой. Он имел ввиду, что это воина какого-то, который с копьем, со щитом идет. И защищает отечество. Тыкает другого в живот. Копьем. А свой живот защитим броней. Так же получается? Они же в броне воины идут. Они всегда животик защищают. Щит-то для чего? Щит для чего? Увидел врага и такой раз. Копье воткнул сверху щит. Достал пузырь такой. Иди сюда враг. Будем пить, да? Это с полей. Да нет, ребята. Узнаете, что не так это. Вот этот тогдашний щит. Это сейчас бронепоезда, бронеавтомобили, танки. Вот все, что бронировано, это все и есть щит. Только вот такой вот. Дядя Сережа, выключите свет, пожалуйста, на камере. Он в глазах. А зачем? Да, он действительно прям сильно это бьет. Молодец. А так как Ньютон, помните, Ньютон в парламенте был английском? Ну и там разбирают какие-то политические дебаты, все, он сидит, смотрит, смотрит. А там как было раньше, передавали подушку с войлоком. И ты на подушку садишься, и тогда ты все, ты как председатель стой, ты задаешь вопрос, а он никогда ничего не говорил. И тут он поднимает руку, а там, сэр, передайте, пожалуйста, мне подушку. Все, о, Ньютон говорил. Раз вот так сел на нее, старый уже такой, сел и такой, кто там ближе, закройте, пожалуйста, окно, думает сильно, кому тут подушку дальше. Без меня решите все вопросы. Так и у нас, молодец. Вопросы все решатся без нас. Без лидера вопросы не решатся. Вопрос здесь идет о том, кто будет лидером у нас сейчас в книге судей. Вот. И продолжение. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими, израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских. Для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Вот тут написано, пять владельцев филистинских, всех ананеи, седоняне и ивеи, живущие на горе Ливане, от горы Вала Ермона до входа в Емав. Они были оставлены, чтобы искушать имя израильтян и узнать, повинуются ли они заветам и заповедям Господним, которые он заповедал от самих через Моисея. Вот люди читают Слово Божие и говорят, что там специально придумали евреи там все, чтобы над народами властвовать и так далее. Но а чего они вот такие вот места не поднимают и не говорят, что Господь с евреем делал? Он ведь оставил для искушения. Вот. Почему Господь так не сделал бы, что Он оградил бы нас всех верующих от всего этого мира? Ну, жили бы спокойно. Сейчас бы все жили в одной мы где-нибудь, в Потеряевке, там пускай она назвалась бы, Потеряевке. Назвали бы ее там, допустим, деревня имени Господа Саваофа. И там бы все бы жили. Никто бы на нас там не доходил. Овечек бы выращивали. Нам бы все ухватило. Нет, нельзя. Почему? Государство везде. Государство. А что такое государство? Как переводится государство? Власть как переводится? Государство. Власть как переводится? Сила, сила. Сצ of the world, русский народ. Не шпива на американский. Молодцы, правильно. Сило переводится. Сила. А сила что такое, сила? Сила это когда у тебя земля, у тебя сильная. Война. Главное слово война. Слово война произнести. война а война знаете как война вообще переводится нет не задумывались война переводится просто несогласие и все казалось бы да сколько и как часто мы говорим не согласен а война это и есть несогласие вот так а мы должны как верующие между собой должны как жить в чем мир отлично и вот у нас есть душа не на душу динамы единодушие единодушие у нас одна душа одна душа христовы чувствования написано должны быть вот вы сегодня проснулись кто проснулся с христовым чувствованием что захотел вот христос просыпается христос спит и христос просыпается помните он спал в лодке там крепко спал на буря такая не просыпается христос там они уже кричат не просыпаются и разбудили написано и вот приспроснулся христос и что какие чувствования христа вот такие чувствования христа в младенце уставе младенца говорит истина что вот растягиваешь кофту не надо ее так растягивать теплее ты в ручке возьми ручки вон дай это огня она огня горячая переводится огонек леви рядом не подходи оттуда заморозишь нам дождей не надо нет нам нужны дожди духовные дожди нам нужны прекрасные духовные дожди ну и так что единодушие должно быть единодушие мы должны как одна душа чувствование христовое христос всегда он всегда был только как говорят на одной волне он у него было одно чувство как спасти как спасти и кого спасти он думал о всех а мы думаем о близких наших как бы о всех думаем но достанем всех это христос мог достать всех он бог мог думать так но заботился очень сильно о ближних своих и он сразу спрашивает он сразу вопрошает их почему вы не можете значит они могли вот чем смысл довести он поэтому спрашивает а вы еще не могли ее остановить ну помолитесь и она утихнет видите я сплю устал и правда он устал много пришлось проповедовать ходить много пришлось а его разбудили по пустякам как бы а он смотрит на них и видит что нет не по пустякам вот и дальше смотрит смотрит они еще никто никакие нету веры вот так и мы тоже выходим на благовестие с братом сестрами раздаем священное писание евангелие раздаем даже библии осмотрим на людей а буря то не утихает не могут они утишить ее бурю а буря какая у них внутри этих людей неверие буря неверие они обо всем будут думать только не спасение душе первое черт думает христос это как спасти душу что мы под этом подразумеваем спасение души что человек в рай попал так ну а чтобы человек попал ну ты как рай представляешь что так хорошо да яблоки цветочки так а там есть мы там есть не будем да ты муж только нюхать тебя не надо будет есть у тебя не будет чувство голода ты всегда голодна ты растешь просто чего в ней своеобразный рай рай как у язычника как у этих мусульман у них рай это там вот такой огромный пиршественный стол и гурии вокруг но эти женщины причем для женщин рай там нету кучу мужиков не все как-то странно выглядишь а у нас рай духовное все рай духовное не забываем братья и сестры а то вы себе такой рай да придумали уже что язычники не могут его даже представить и я всегда голодна поэтому яблоки давайте мне сейчас душистый рай земной был да там адам спешал все кроме дерево одного дерева как оно вызвалось дерево познание отлично а еще было какое-то дерево отлично все что ты говоришь древо жизни было древо жизни два дерева было странных дерева одно мы как бы немножко знаем на него змея залезла сатана а другое дерево жизни о нем говорит господь причем говорит в такой странной форме говорит мы мы о себе мы же привыкли господь ты один а тут он говорит мы как мы говорит сойдем и посмотрим как бы горит она мне съел от этого дерева жизни и не стал жить вечно то есть мера какая-то была интересная такая и так и так мы так и так не договорили рай да это понятно спасение души в раю но для этого нужно здесь потрудиться и мы сразу должны думать о чем хочу о том как угодить богу как угодить богу как можно угодить я хочу спасти душу а для этого нужно потрудиться угодить богу а сегодня что какой день среда среда это значит что постный постный день все я угождаю богу и что мы делаем постимся постимся для этого мы не едим а еще а для души для души для души так это вы плотью показали духовный пост будем что делать помолиться нам нужно и почитать библию библию помолиться желательно столкованием совершенно верно с толкованием побеседовать с братьями если можно кого-то пригласить к себе библия это есть там евангелие библии школе что делать в школе что делать в школе молись про себя молись как неемия когда царь увидел что у него печальное лицо а он наливал ему вино в этот момент за трапезой прислуживал вино у них как сок там и он царь говорит так я не понял тут что-то у тебя лицо какое-то подожди это не сердечное нет это что с тобой такое случилось это не болезнь у тебя это внутреннее у тебя что-то такое состояние а вот такую стрепенулся помолился богу и отвечают царю написано я помолился богу и отвечают салют но ясно что он не пал на колени тут же нет помолился про себя помолился и так прикрыл глаза и сказал господи помоги и в этот момент сказал такие слова что царь дал ему средства чтобы построить храм понятно коротенькая молитва еще сделала и печаль которую показала все его печаль о господи боге по богу называется для спасения всех поэтому чувствование должны быть такие же как у господа а спасти не только себя но и всех ну то пойдемте молиться господу нашему слава во веки веков аминь слава во веки веки святые бессмертные помилуй нас святый боже святый крепкий святый бессмертный помилуй нас но и